Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава региона Вячеслав Федорищев находится с рабочим визитом в Москве. Он встретился с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Губернатор рассказал о реализации в регионе национального проекта образования. В Самарской области много планов, которые будут воплощены в жизнь только с поддержкой на федеральном уровне. Ей уже заручились, отметил Вячеслав Федорищев. Общественная палата Самарской области, региональный общественный штаб по независимому наблюдению за выборами губернатора, представители политических партий и некоммерческие организации подписали соглашение о взаимодействии на выборах губернатора региона, которые состоятся в сентябре. На подписании была наша съемочная группа. Елизавета Прокопенкова расскажет подробности. Общественная палата Самарской области заключила соглашение о взаимодействии с региональными отделениями политических партий и некоммерческими организациями. С 6 по 8 сентября этого года в Самарской области пройдут выборы губернатора. Заключение соглашений – это достижение честных договоренностей о взаимных обязательствах. Все дни голосования на участках будут обеспечивать прозрачность процедур и соответствие законодательству наблюдатели от политических партий и независимые наблюдатели от общественной палаты. Координировать эту работу будет общественный штаб наблюдения за выборами. Подписывая такое соглашение, мы как бы утверждаем, что это наша общая задача. Мы будем осуществлять независимые наблюдения, внепартийные, а каждая партия будет осуществлять свое наблюдение, чтобы все было по-честному, чтобы все было по закону и все, чтобы было понятно и прозрачно для людей. Одним из основных инструментов достижения поставленных целей и выстраивания взаимодействия между общественной палатой и другими сторонами договора является как раз общественное наблюдение. 24 некоммерческие организации готовы подключиться к независимому наблюдению за ходом голосования и подсчетом голосов. Некоммерческие организации и профессиональное объединение традиционно участвуют в формировании корпуса независимых наблюдателей. Все эти организации вносят большой вклад в развитие правовой культуры и электоральной активности самарских избирателей. Есть те, кто участвуют как общественные наблюдатели, представители от различных политических партий и, конечно, это говорит в первую очередь о вовлеченности молодежи в избирательный процесс и, соответственно, о моменте того, что ребята, несмотря на свой юный возраст, могут, соответственно, своими глазами видеть, как организован избирательный процесс изнутри. Общественному штабу в короткие сроки предстоит подготовить наблюдателей. Напомним, что в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Всего 15 человек. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. В Москве подвели итоги первого выпуска школы мэров. От Самары в ней участвовал глава Самарского района Роман Радюков с проектом «Совершенствование процесса признания многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции». Также обучение прошел ИО главы Отрадного Владимир Чехирев. Всего в школу мэров были зачислены 161 человек, включая руководителей и заместителей муниципалитетов, а также представителей региональных властей и организаций. За 8 месяцев обучения они разработали 157 проектов для улучшения муниципального управления и повышения качества жизни. 19 выпускников получили новые назначения. Об этом рассказали в ЦУР Самарской области. В стране возросла угроза совершения террористических актов на объектах промышленности, топливно-энергетического комплекса, транспортной и социальной инфраструктуры. Администрация Самары призывает жителей обращать внимание на подозрительные предметы, на летящие и упавшие беспилотные летательные аппараты, а также на лица, которые запускают БПЛА, на граждан, проявляющих интерес к системе безопасности предприятий и факты изготовления химических реагентов в частных домовладениях. В случае выявления вышеуказанных ситуаций необходимо сразу обратиться в полицию или позвонить по номеру 112. Государственный фонд «Защитники Отечества» запустил акцию «Семья защитников Отечества» в рамках проекта «Наша семья – наша победа», который направлен на популяризацию семейных ценностей, возрождение и продолжение духовно-нравственных и культурных традиций. В акции приняли участие и члены семьи Калмыковых. О своей истории они рассказали нашей съемочной группе. Опора и тыл каждого человека. Крепкая семья, которая всегда поддержит и поймет. В Самаре стартовала акция «Семья защитников Отечества» в рамках проекта «Наша семья – наша победа». Семья защитников Отечества – это особый статус, потому что вот когда мы разговариваем с ветеранами специальной военной операции, которые возвращаются, и мы их спрашиваем, ну, какие мысли были у вас там, в зоне специальной военной операции, о чем вы думали? Они говорят, главное, что нас вот двигало на шлифбой, там, на все подвиги. Это главное то, что мы думали о семье, о детях, то, что нас ждут и любят. Это оплот, оплот всего. Проект организует Госфонд «Защитники Отечества». Волонтеры фонда собирают истории семьи участников СВО и рассказывают о них всей стране. Среди участников акции – Сергей и Татьяна Калмыковы. Супруги познакомились в Ижевске. Сергей после армии остался на военной службе. Вместе с женой переехал в Кировскую область. Татьяна также, как и муж, несла службу только в другом подразделении. В 1993 году Сергей уволился со службы, и семья переехала в Самару, на родину Татьяны. В 2022 году Сергей ушел добровольцем на СВО и пробыл там с июня по август. Татьяна, она, конечно, переживала, но она всегда знала, что если я решу, значит, так надо. Кто-то должен это делать. Я учился на офицера. Это моя профессия. Соответственно, родину надо защищать. Сергей и Татьяна вместе 39 лет. Воспитали двух сыновей. Сегодня супруги принимают активное участие в культурной жизни Красноглинского района, занимаются волонтерской деятельностью, воспитывают внуков. Вместе они объездили всю Россию. Он умеет говорить, и он умеет слушать. Долго и терпеливо. Прислушиваются друг к другу. Понимаем друг к другу. Не зря говорят и в горести, и в радости, в любых положениях. Люди оказываются в разных положениях. В достатке и в недостатке, чтобы и в болезни. И всегда шли рядом. И любили друг друга. Ценили друг друга, берегли. Госфонд «Защитники Отечества» помогает Калмыковым по юридическим, социальным вопросам. Супруги активно посещают мероприятия фонда. Полина Чулякова, Николай Сидоров. События. В рамках нацпроекта безопасные и качественные дороги ведут активные ремонтные работы на южном проезде на участке протяженностью 2 километра от улицы Авроры до Измайловского переулка. Некоторые подготовительные мероприятия были выполнены еще до обновления участка на средства профильного нацпроекта. Об этом, а также о текущих задачах в нашем сюжете. На южном проезде протяженном 2-х километровом участке от улицы Авроры до Измайловского переулка ведут активные работы по обновлению дорожной инфраструктуры. Средства национального проекта «Безопасные и качественные дороги» направлены на проведение ремонта дорожного полотна, включая укрепление основания и замену верхнего слоя покрытия. Местные автомобилисты очень ждут результатов работ. А пока из-за неудовлетворительного состояния участка не считают его в полной мере автодорогой, пригодной для езды. Поэтому, чтобы не повредить машины, приходится искать пути объезда по соседним улицам. Так, житель 134-го дома Ренат Фадхулин выезжает через крейсерную и Витебскую, а возле своего дома на южном проезде только паркуется. Ну, конечно, какая дорога? Не дорога-то. А безобразие, тут никто и не ездит фактически. Часть участка уже подверглась фрезерованию, остальная часть находится в процессе подготовки. Требуется ремонт основания. Его заменят, и таких локаций при работе с конструктивом дороги много. Как раз этим сейчас подрядчик и занимается. Рабочие убирают разрушенный асфальтобетон, проводят разборку старого щебеночного основания. На данный момент осуществляют также разработку грунта. Объект довольно-таки проблематичный, потому что дороги здесь, можно сказать, практически не было. Будем делать новые основания, то есть устраивать песок, щебень, потом идет крупнозернистая асфальтобетонная смесь, будет устраиваться и, соответственно, вкладывать верхний слой. Верхний слой устроят из высокотехнологичной асфальтобетонной смеси. Специалисты отмечают, что в процессе работ на южном проезде имеются определенные трудности. В некоторых местах отсутствует асфальтобетонное покрытие. Однако, даже там, где дорога грунтовая, планируют создать устойчивое основание и уложить твердое покрытие. Этим сложности не ограничиваются. Незаконные гаражи и другие самовольные постройки мешали проведению ремонта. Мы еще в апреле проходили этот участок, совместно с подрядчиками, совместно с районами. Определяли, какие постройки необходимо убрать. Поэтому с администрацией Теградского района данный момент отработали администрацию. Это способствовало сносу незаконных строений. Но вот, к сожалению, когда начали делать основание, когда выкопили экскаватором непригодный грунт, мы увидели там незаконные врезки. Может быть, они незаконные, мы пока еще до конца не знаем. Но, тем не менее, они находятся не на аромативном углу, поэтому завтра будем решать, что с ними делать. Врезки связаны в основном с холодным водоснабжением и канализацией. Окончательное решение о демонтаже будет принято после дополнительного осмотра. В пятницу 19 июля его проведут комиссионно. На выездное совещание приглашены представители ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, на объекте ремонта в теле дороги находятся опоры линий электропередач, что, конечно, тоже мешает устройству дороги. Опоры деревянные, уже покосившиеся, были установлены на южном проезде еще в советские времена. На столбах крепятся высоковольтные провода, современные оптиковолоконные линии. Собственников коммуникации в профильном департаменте уже определили. Их также завтра ждут на объекте, чтобы поставить вопрос о демонтаже этих опор. Их переносит за границы дороги. Разумеется, это планируется выполнить не за счет средств, выделенных на реализацию дорожного нацпроекта, а за деньги собственников. Вопреки возникшим трудностям, работы продолжаются, чтобы ускорить завершение ремонта и порадовать жителей новой дорогой. Чтобы здесь дорога была ровненькая, что еще должно быть. Частота, порядок. Оперативности выполнения всех задач уделяется повышенное внимание. Ведь работы, предусмотренные по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», согласно муниципальному контракту, завершить необходимо до конца августа текущего года. Августина Охременко, Николай Сидоров. События. Контроль безопасности объектов с массовым пребыванием детей на первом плане. Сейчас в регионе работают 46 детских оздоровительных лагерей и около 700 лагерей дневного пребывания. Безопасность этих объектов обеспечивают работники более 50 охранных организаций. За качеством их работы следят сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области. Требования к работникам охранных организаций предъявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Это закон о частной детективной охранной деятельности. Соответственно, работник охранной организации должен быть одет в форменную одежду, позволяющую определить принадлежность конкретной охранной организации, иметь удостоверение частного охранника и личную карточку. При штатной ситуации охрана нажимает кнопку, приезжает группа университетной охраны Росгвардии. Инструктажи проводятся, журналы заполняются. Охранная организация, которая предоставляет услуги, обязана иметь лицензию. Охранник должен четко знать свои должностные обязанности и уметь пользоваться кнопкой тревожной сигнализации, выведенной на пульт вне ведомственной охраны Росгвардии. В детскую школу искусств номер 15 доставили новые музыкальные инструменты и другое необходимое для обучения оборудование. Возможность обновить инструменты появилась у школы благодаря нацпроекту «Культура», на чем теперь смогут учиться играть юные музыканты, расскажет Полина Чулюкова. Ксения Уланова и Иван Маршалко играют на Домре. Ксения занимается музыкой третий год, а Иван второй. Ребята часто выступают дуэтом. Во время летних каникул они усиленно готовятся к предстоящим конкурсам, которые пройдут в новом учебном году. Теперь подготовка стала еще приятнее и радостнее, ведь в школу искусств номер 15, где занимаются ребята, привезли новые инструменты. Мы будем лучше играть на новых инструментах, лучше, чем на старых. Я ворвел, потому что очень интересный инструмент, хорошо звучит. Новые инструменты в школу искусств завезли в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» — национального проекта «Культура». В школе из новых музыкальных инструментов появились три фортепьяно, четыре домры и рояль. На них юные музыканты уже оттачивают свои навыки и мастерства. Мне понравилось очень на нем играть. Так как раньше у нас не было рояля, нам приходилось играть на фортепьяно, а тут совершенно другое ощущение. По-другому звучит все звучание, и мне более как-то нравится играть на нем. Это импульс для дальнейшей нашей работы. Дети, много детей талантливых, способных. Они участники и победители, лауреаты многих конкурсов. Я думаю, что впереди нас ждут большие возможности. Кроме музыкальных инструментов, в детской школе искусств появилась мебель для учебных классов, пособие по теоретическим дисциплинам, интерактивная доска и стулья для концертного зала. Школа станет на новый этап. Ребята достигнут новых высот. Это станет стимулом для участия и побед в проектах, фестивалях, конкурсах. Мы очень рады и благодарны за участие, что наша школа стала участником национального проекта культуры. Сейчас в детской школе искусств обучаются 335 детей на нескольких отделениях – музыкальном, художественном, хореографическом и хоровом. В школе также планируют открыть еще одно отделение – театральное. Полина Челюкова, Валерий Майоров. События. Новыми книгами пополнились полки двух самарских библиотек – библиотеки народов по Волжье и библиотеки имени Крупской. Представители общественной палаты Самарской области передали 500 экземпляров. Это книги, которые изучают по школьной программе, а также краеведческие. Подробности в нашем сюжете. Книг много не бывает, уверена заведующая библиотекой народов по Волжье Галина Малиновская. Фонд учреждений обширен, но и проходимость высокая. В день в эту библиотеку приходят до 120 читателей, каждый из которых берет по несколько экземпляров. Летом вырастает спрос на книги по школьной программе, поэтому отдельные авторы нарасхват. Библиотека обслуживает читателей со всего города и сейчас ребята и родители приходят к нам с списками по школьной программе. Нам не хватает Булгакова, Гайдара, Тимура и его команда, Гриена Лаверой Паруса. И сегодня мы получили, мы просто счастливы. Книги в количестве 500 экземпляров, две библиотеки города, библиотеку народов по Волжье, библиотеку имени Крупской передали члены общественной палаты Самарской области. Среди них есть и краеведческие, к примеру, написанные Павлом Покровским «Мой дом в студеный овраг». Это книга, которая рассказывает о гении места. Сегодня мы много говорим о том, что нам нужно продвигать регион, повышать его экономическую привлекательность. А сделать это без узнаваемости места, собственно говоря, невозможно. Особенно ценной, рассказывает Галина Малиновская, книги о природе. Их не так много, а они учат детей умению видеть красоту. К примеру, книги Константина Паустовского. Многие дети в силу возраста пропускают описание природы, лишая себя огромного удовольствия. Я тогда открываю книгу, нахожу этот отрывочек и читаю детям вслух и рассказываю. Обратите внимание, как писатель описал блинку. Какая она, где она растет, подул ветер. Вам не страшно, что она может переломиться? Понимаете, и ребята уже по-другому начинают смотреть на это произведение. Акция общественной палаты «Новая орбита книг» проходит с 2013 года. Печатные издания передают жители Самарской области. Они приносят их на площадку Центра гуманитарных инициатив по адресу Фрунзе 110. Это книги, которые попадают в новые руки. Они передают вот тот интеллектуальный запас, который в них содержится. Потому что вот есть, так сказать, соленье на зиму, а это вечное, разумное и доброе, которое сосредоточено на этих листах бумаги. Помимо библиотек, члены общественной палаты привозят книги в воинские части, больницы и колонии. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События. Не хлебом единым. Под таким названием в Самаре прошла пешеходная экскурсия. Ее провел историк и краевед детской картинной галереи. Участники прогулки узнали историю культовых построек города. На экскурсию отправилась и Елизавета Прокопенкова. Елена Кубаевская живет в Оренбурге. Рассказывает, что путешествует еще со студенчества. Посетила Италию, Чехию, Францию, Австрию и другие страны. А в соседнюю Самару приехала впервые. Город сразу поразил своей архитектурой. Елена постоянно фотографировала разные здания. Это заметила одна из прохожих и рассказала о пешеходных экскурсиях, которые проводит детская картинная галерея. К нам просто подошла женщина и сказала, а вы знаете, вот об этом доме, об этой лепке, я была на экскурсии, так замечательно. Вот мы узнали, что здесь такое случайно. Дала нам телефон. И мы сегодня утром договорились и побежали. Это же архитектура, опять-таки история. Вот этот сплав истории, искусства, архитектуры, ну это же вообще замечательно. Так Елена вместе со своим мужем попала на экскурсию «Не хлебом единым». О культовых постройках Самары рассказывал историк-краевед Александр Житков. Он поведал туристам и любознательным жителям города истории костела, синагоги, староверческих и православных храмов. Если вы видите что-то вроде Покровской церкви, это 60-е, 70-е годы XIX века. У нас определили датировку, если церковь, конечно, не перестраивали, очень легко по внешнему виду. Александр работает в детской картинной галерее около 10 лет. Почти все это время он проводит лекции и пешеходные экскурсии, для которых сам выбирает темы и составляет маршруты. Самара очень интересный город. Еще много чего не исследовано. Мои мнения такое, что проявическая тема только начинается в Самаре. Сейчас все, что вылежало на поверхности, да, мы знаем, это обработано, но каких-то вот больших открытий, мне кажется, еще все впереди. Поэтому выстраивать маршруты, построить темы, это очень интересно. Пешеходные экскурсии проходят регулярно. Записаться можно в детской картинной галереи. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События. Спортивный дух и энергия. На набережной проходит летняя акция «Самара в движении», где все желающие могут присоединиться к тренировкам, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Наша съемочная группа побывала на одном из занятий. Татьяна Пичугина – одна из участниц акции «Самара в движении». Она приехала из Челябинской области в Самару, чтобы отдохнуть и насладиться красотами города. Гуляя по набережной, увидела людей, занимающихся спортом на свежем воздухе, и решила присоединиться. Сказала, что так и узнала о спортивной акции и теперь пробует разные направления. Во-первых, доступно, бесплатно, может принять участие любой желающий. И это очень классная идея. Мне понравилось в целом все. И проведение, и то, что даже коврики предоставляют всем желающим. Каждый день с 17.00 до 21.00 в парках и на пляже проходят групповые занятия по танцевальным направлениям. Танцы – это не только замечательная кардионагрузка, но и отличное средство для повышения настроения. Свежий воздух в любом случае очень полезен для здоровья. А танцы, они и пластику развивают, и музыкальность. Это весело. Даже больше, как-то это более творческий процесс, чем просто занятие спортом. Поэтому я люблю танцами заниматься и преподаю танцы. Бесплатные занятия проводят профессиональные тренеры из фитнес-клубов, спортивных федераций и танцевальных студий. Посетить их могут все желающие на одной из четырех локаций. Площадь имени Куйбышева, набережная в районе Первомайского спуска, парк имени Юрия Гагарина и парк «Пятидесятилетие октября». Акцию «Самара в движении» организовывает Департамент физкультуры и спорта администрации Самары. Занятия будут проходить до конца лета. Августина Охременко, Григорий Плешаков. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации Красноглинского района рассказывает о новых мерах поддержки для работающих родителей с двумя и более детьми. При среднедушевом доходе полтора прожиточного минимума будут предоставлять налоговый вычет. Разницу между начисленным за предыдущий год НДФЛ по ставке 13% и налогом, рассчитанным по ставке 6%. Для семей с детьми в возрасте до 6 лет включительно, а также с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми с инвалидностью, будет действовать льготная ипотека под 6% годовых, первоначальный взнос от 20%. Семьям, у которых есть неиспользованная часть мат-капитала, вернут 10 тысяч рублей. Такой законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. В Ленинском районе ведутся общественные обсуждения по поводу места размещения фонтанов в 2025 году. Проголосовать за понравившееся место или поделиться своими предложениями можно по ссылке в телеграм-канале Ленинского района. Телеграм-канал Департамента культуры и молодежной политики рассказывает о том, как провести досуг в Самаре. В сквере Эльдара Рязанова пройдет несколько кинопоказов. В ДК «Чайка» на Управленческом 19 июля в 18 часов пройдет фестиваль уличного кино, в рамках которого покажет 6 короткометражек. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!